Здравствуйте! Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин призвал заморозить западные активы в пользу России после заявления США об оплате причиненного Украине ущерба. Ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что российские активы на Западе останутся до тех пор, пока Россия не оплатит причиненный Украине ущерба. Депутат рассказал, что разговоры об ответных мерах на действия Запада идут на протяжении полутора лет. Цитата «Но это мешает политике. Здесь воюем, здесь и торгуем. Люди, которые служат в российском государстве, а считают себя частью иных государств, блокируют эти попытки всеми силами. У нас до сих пор не провели диавшоризацию и не запретили вывод капитала из страны», заявил Делягин. По словам депутатов, в России остается значительное количество компаний, которые официально заявляют, что прибыль от продаж они направляют на финансирование Украины. Причем понятно, это опять цитата, что это финансирование не гуманитарных программ. И только в отношении одного единственного Марс областная прокуратура проводит проверку. Огромное количество предприятий принадлежат просто бизнесменам, которые заявляют, что поддерживают Украину и совершенно этого не скрывают, отметил Делягин. Очень важная тема. Поддерживать словом и умыслом можно кого угодно. Это разрешено Конституцией РФ. И когда каких-то девушек наказывают по суду за исполнение песни сечевых стрельцов, это не просто не закон, а противозакон. Нет у нас пока запрещенных песен, кажется. Мотивы поддержки Украины или Нигера, к примеру, могут быть любыми. Происхождение, родственные связи, просто нравится. Никто не обязан рассказывать, почему у него те или иные взгляды. Можно симпатизировать галушкам и вышиванкам. Не запрещено. Но когда идут боевые действия, то прямо или косвенно финансировать вооруженные силы страны, которая воюет с Россией, это уже государственная измена. Самое тяжкое преступление в уголовном кодексе. А сегодня, когда кто-то переводит деньги за рубеж, где они могут быть конфискованы и направлены в помощь Украине, можно это рассматривать и как косвенное финансирование украинской армии или ее спецслужб. Кстати, с этой позиции надо рассматривать в первую очередь действия руководства Центробанка, который вывел более 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. Да, да. Не Марс, главный изменщик Отечества, и не две девушки на балконе, спевшие песенку, а высшие должностные лица государства. Даже если они ничего такого и не хотели. Про помощь не напоминаю. Кратко. Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО без пилотника на подлете к Москве. Тайвань зафиксировал приближение летательных аппаратов и кораблей КНР. Премьер Эстонии заявила, что ничего не знала о российском бизнесе своего мужа. Медведица напала на туристов во время сплава по реке. Руководство Роскосмоса сохраняет оптимизм. Глава Роскосмоса призвал не делать трагедию из провала Луны-25 и выдвинул предложение о повторном полете к Луне в 26-м году. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов выразил интерес к возобновлению лунной миссии на Южном полюсе Луны. В 25-м-26-м годах он обсудил это с разработчиками станции Луна-25 на встрече в НПО Лавочкина. Странно, что на встрече не было представителей Генпрокуратуры и Следственного комитета. Они бы смотрелись органичнее, чем кремлевские мечтатели, не способные проконтролировать качество исполнения государственной программы. А теперь мы будем догонять уже не США, которые официально больше не рассматривают РФ в качестве конкурента в космосе, а с Индией, только что высоводившей там же, вот где собирались это сделать Роскосмос, целый луноход. Трагедия же не в том, что разбилась лунная станция. Это бывает. А в том, что мы не можем повторить собственных достижений полувековой давности, не говоря уже о том, чтобы сделать шаг вперед. Проезжал вчера мимо величественного памятника Гагарину на одноименной площади. Думаю, лет через 300 потомки будут гадать, Богу Громовершу это монумент или Богу войны. А что, украинцы вон родину-мать уже украинизировали? А, мы можем и Гагарина обожествить. Улетел, но обещал вернуться. Полку и на агентов прибыло. Минюст признал журналиста из главреда Московского бюро русской службы Би-Би-Си лауреата премии правительства России в области СМИ Константина Эгерта и на агентом. Интересно. Эгерт своих взглядов не менял. То есть заодно и тоже был и лауреатом премии правительства, что с моей точки зрения для журналиста сомнительная награда, а теперь вот стал и на агентом, что тоже непонятно. Также и на агентами стали главред журнала «Дилетант» и бывший заместитель главреда «Эхо Москвы» Виталий Дымарский за создание распространения материалов и на агентов и распространение фейков о действии российских властей и армии, экономист Михаил Крутихин за создание и распространение материалов и на агентов, выступление против спецопераций, распространение фейков о действии власти и армии, получение поддержки от иностранных источников, политолог Кирилл Рогов за создание и распространение материалов и на агентов, выступление против спецопераций, распространение фейков о действии власти, а также участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, и целый ряд других лиц, юридических и физических. Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно. Иноагент Кагарлицкий уже сидит в СИЗО Республики Коми, строго говоря, за то же самое. Ну что за преступление распространения материалов иноагентов? Если сам статус иноагента предполагает целый алгоритм распространения их материалов. Я размещал материалы Кагарлицкого. С дурацкой преамбулой, как положено. Это теперь тоже наказуемо, да? А что было не предупредить заранее? Или что за преступления? Выступления на иностранной площадке. У нас ведь они сами-то по себе не запрещены. И где сказано, что российским журналистам и политологам вход туда заказан? Опять же, что это за фейки о действиях власти? Что, были судебные процессы, как у Лужкова против доброй половины московских журналистов? Я, кстати, суд Лужкова выиграл. А сейчас не надо судиться. Объявил все фейком. И обозвал иноагентом. Кстати, откуда в русском правовом поле этот англицизм? Фейк. Жалко, Юрий Михайлович не дожил до таких удобных времен. Масштаб обезлюживания Украины. Среди всех выявших с Украины за рубеж, за исключением России, на фоне конфликта в стране примерно треть составляют лица мужского пола, заявил заместитель директора Института демографии Национальной Академии Наук Украины Александр Гладун. Около двух третей – это женщины, и треть мужчины – это около 35%. Эксперт также добавил, что всего за границу выехал около 5 миллионов человек, при этом не учитываются те, кто уехал в Россию. Ну, следовало бы давать, что ранее называлась цифра 8 миллионов уехавших с Украины.